коллеги всем добрый день добрый день танислав давайте проверим как нас слышно поставьте плюсики если нас слышно хорошо вроде слышно плюсики полетели отлично давайте начинаем и так рада приветствовать вас на нашем сегодняшнем вебинаре тема бим проектирования оформления видов ревит лектор станислав фосчиков специалист по биомоделированию и сертифицированный специалист Autodesk Revit Professional сегодня у нас седьмой вебинар из серии вебинаров пим проектирования от основ до практического применения на следующий вебинар наш состоится 17 октября те кто не зарегистрирован на него я скину чуть позже ссылку обязательно регистрируйтесь напомню что также мы проводим вебинары с Эдуардом Мейерычем Базилианом следующий вебинар профессора состоится 3 октября тема молнии защиты и пожарная безопасность в чате ссылочки на ближайшие вебинары также узнавать мероприятиях вы можете не только на нашем сайте но и в наших группах в социальных сетях ссылочки тоже в чате добавляйтесь сейчас соц сетях или регистрируйтесь на сайте не пропускайте актуальные события несколько организационных моментов наш вебинар продлится порядка 60 минут на вопросы мы будем отвечать в ходе вебинара в чате и дополнительно в конце вебинара прошу писать свои вопросы во вкладочку вопросы и указывать по возможности либо слайд либо фразу лектора чтобы было понятно к чему они относятся со своей стороны отвечу на частый вопрос запись вебинара будет она обычно готовится 23 дня после этого мы публикуем ее на сайте и выкладываем на youtube канал и делаем рассылку по зарегистрированным пользователям ссылочка на эту запись записи обязательно будет призываю вас быть активными задаваться вопросы оставлять комментарии в чате на этом вступительная часть завершена я передаю слово лектору станислав спасибо анатолий еще раз всех приветствую сегодня наша тема будет оформление видов в начале будет небольшая вступительная часть большая теоретическая и дальше мы уже рассмотрим на примере проекта собственно оформление видов немного пройдемся по плану какой у нас сегодня план занятия первое мы я расскажу вообще в принципе описание работы с видами как это происходит далее познакомимся с переопределением графики на видах каким образом задавать те или иные толщины линий цвет линий видом видимость отображения элементов так далее далее настроим так называемые шаблоны видов посмотрим для чего они нужны в каких местах используются разберем каким образом оформляются виды это аннотационное обозначение как размещаются на тех или иных видах аннотационное обозначение это такие как марки какие-то размерные линии высотные отметки и так далее и последнее разместим виды на листах так сказать закончим оформление полностью перед тем как приступим непосредственно к примерам небольшая теоретическая основа соответственно что такое виды и какие категории не под подразделяются вот собственно видов есть несколько категорий они представлены вот здесь в списке это планы этажей планы потолков планонесущих конструкций разрезы фасада 3d виды также помимо всех вот этих вот чертежных видов спецификации тоже являются видами в ревите чертежные виды и легенды первые семь первые семь категорий создаются непосредственно из модели что это означает это означает то что при создании объемной геометрии вы получаете различные виды виды это что такое это просто проекции на какую-то определенную плоскость вашего проекта последние две категории то чертежные виды и легенды они непосредственно с моделью не связаны и они представляют из себя просто пространство на котором можно чертить ну допустим вот как автокаде если вам нужно что-то начертить обособленное от проекта можно воспользоваться этими инструментами чертежные виды позволяют в принципе работать отдельно от модели легенды у легенд есть небольшая особенность туда можно подгружать и размещать определенные элементы из вашей модели к этому немного позже вернемся дальше какие особенности есть у видов в ревите ну собственно первое что в модели издания каждый лист чертежа 2d 3d вид а также спецификация является информацией представлением информации определенным образом из вашей базы данных все мы знаем что как я уже говорил что наш проект и база данных огромная база данных и мы при помощи вот этих вот проекций спецификации мы его каким-то образом представляем на на листе как чертеж виды они также как и любые другие элементы в модели допустим такие же как стены там какие-то воздуховоды конструкции арматура и так далее они тоже являются семействами в ревите вот как я уже говорил на предыдущих вебинарах что в ревите у нас практически все что мы видим это семейство вот если все семейства из ревита убрать то у нас там ничего не останется соответственно виды это одна одна такая большая категория семейств которые нужны которые необходимы для работы с вашей моделью для создания чертежей соответственно так как виды являются семействами также как и у остальных семейств у видов можно создавать какие-то типоразмеры на типы допустим если у стен мы можем создать стену там кирпичную или там бетонную то у видов мы тоже можем задавать различные типы видов допустим отдельно вид для оформления вентиляции отдельно вид для оформления отопления отдельно вид для оформления электроснабжения или каких-то еще схем этих видов тоже может быть типоразмеров тоже может быть множество вот зависимости от ваших задач и соответственно последняя особенность это та особенность что соответственно виды виды создаются из модели и при изменении на чертеже каких-то элементов они соответственно отображаются эти изменения и на других на других чертежах и вообще в принципе в модели здесь нужно понимать что в данном ключе при данном типе работ через информационное моделирование посредством информационного моделирования чертежи являются уже так сказать вторичным элементом и первичной является модель почему это происходит потому что мы чертежи получаем из модели соответственно вначале нужно нам все замоделировать полностью поднять модель так сказать и уже в дальнейшем заниматься оформлением видов и чертежей у вас не получится так что допустим оформить разрез не поднимая модель полностью на все этажи не создавая все стены все перекрытия все окна и так далее вот таким вот образом это происходит сейчас перейдем на пример вот у нас есть такой проект вентиляции отопление каким образом вообще виды оформляются допустим станислав во первых да 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 но у меня не видно привет проверьте так сейчас сейчас подождите проверим давайте да не видно пишет так сейчас момент так сейчас появилась появилась картинка отлично так давай продолжать в диспетчере проектов мы видим структуру нашего проекта и здесь есть отдельная вкладка виды на которые размещаются в определенной структуре все наши виды которые мы создавали здесь уже этот проект готовый и здесь у нас присутствуют различные вкладки с различными видами диспетчер проектов настраивается определенным образом по определенным параметрам видов допустим они собираются по дисциплинам соответственно вентиляция в отдельную вкладку отопление в отдельных хода замужения в отдельную и так далее диспетчере проектов эту иерархию можно менять как вам нужно либо допустим если у вас в организации определенным образом это все настроено то вам в принципе этого делать не надо у вас уже будет здесь преднастройки какие-то если мы посмотрим на свойства а у нас вот здесь в этой в этом окне свойств всегда находятся какие-то свойства элементов если мы какой-то элемент выбираем вот допустим какой-то воздуховод то мы видим его параметры определенные параметры именно этого экземпляра здесь всегда отображаются параметры экземпляра элемента соответственно в вкладке изменить тип мы видим параметры типа этого элемента Что это воздуховод из тонколистовой стали, допустим. Соответственно, если я выбираю другой элемент, то я вижу, допустим, параметр другого элемента. Но что будет, если у меня ни один элемент не выбран? Если я просто нажму Escape, то, соответственно, что я вижу? Я вижу то, что в окне свойств я вижу параметры вида, на котором я нахожусь. Здесь написано 3D вид, его масштаб и так далее. Вот его огромное количество свойств. Этот набор свойств, он системный, его менять нельзя. Можно добавлять какие-то определенные параметры. Убирать параметры не получится. Соответственно, мы немного разберем, какие параметры за что отвечают. Самое простое здесь это масштаб. Соответственно, какой вам масштаб нужен, выставляете его и так далее. Здесь, помимо выставляния масштаба и других характеристик, есть очень интересная вкладка. Это переопределение видимости графики. Что это такое? Переопределение видимости графики определяет отображение вашего чертежа. Что будет на этом чертеже отображаться, какие элементы, как они будут отображаться, штриховки, толщины линий, цвета линий и так далее. Эти параметры присваиваются только определенному виду. Соответственно, если я, допустим, поменяю переопределение видимости графики для этого вида, то, соответственно, для остальных видов у меня эти переопределения не зададутся. Каким образом задавать переопределение, допустим, для всего проекта? Вот нужно мне, чтобы, допустим, я распечатал чертеж и вижу, что у меня толщина линий, допустим, для воздуховодов, ну, плохо читаются, слишком тонкая линия. Где мне задать толщину линий для всех воздуховодов вообще в принципе в проекте? Чтобы это сделать, во вкладке управления есть такая кнопка, называется «Стили объектов». Как раз в этой кнопке в «Стили объектов» задается отображение элементов для всего проекта. Не только для одного какого-то определенного вида, а вообще для всего проекта. И, допустим, я могу выбрать какую-то определенную категорию, допустим, вот те же самые воздуховоды, и задать у них вес линии. Соответственно, здесь вот есть для проекции четверка. Каким образом определить, что это означает, эта четверка? Это не миллиметры. Чуть позже я объясню, как это настраивается. Допустим, вот можем здесь вместо четверки поставить, допустим, восьмерку. Вряд ли, конечно, я здесь сейчас увижу, что линии стали толще. Во-первых, потому что у меня включены только отображения тонких линий. Ну, в принципе, вот они, эти линии. Возможно даже понять, что они утолчились. Дальше. Что означают вот эти вот цифры? Эти цифры веса линий. Чтобы настроить веса линий, мы также должны во вкладке управления переходим в дополнительные параметры. И здесь есть такая кнопка веса линий. Здесь мы определяем для каждого масштаба определенный вес линии. Весов линии у Revit есть 16. От единицы до 16. Соответственно, мы определяем здесь, какой вес будет у каждой цифры. Именно в миллиметрах уже. И для каждого масштаба. Для 50, для 100, для 200. Можно добавлять свои масштабы какие-то. Если это необходимо. Вот, соответственно, здесь мы видим, что, допустим, вот 10-я линия, это 0,35 мм. Седьмая линия, это 0,2 мм. И мы, в соответствии с этой таблицей, уже выставляем те значения, которые нам необходимы для толщин, вот в этой табличке стиле объектов. Здесь мы назначаем, помимо веса линий, мы можем назначить, допустим, цвет линий. Тоже он будет присваиваться для всех абсолютно воздуховодов. И образец линий. Тоже он будет присваиваться для всех абсолютно воздуховодов. Это, я так рассказал, вот настройка отображения всего проекта. Соответственно, для каждого вида мы можем, как я уже сказал, настраивать свои какие-то настройки, видимости и графики. Они уже настраиваются в вкладке свойств, в переопределении видимости графики. Мы нажимаем на кнопку «Изменить» и появляется таблица. Она очень похожа на ту таблицу, которую мы до этого смотрели, стиле объектов. Здесь также показываются категории. И также показываются, какой будет тип линий для проекции, какой будет тип линий для разреза. Но помимо этого, здесь еще есть дополнительные настройки. Мы можем выбрать уровень детализации для определенной категории. Отображается ли эта категория полутонами. И также мы можем вообще, в принципе, выключить какую-то определенную категорию на этом виде. Сейчас здесь эти настройки недоступны. Почему? Потому что у нас для этого вида настроен шаблон. К шаблону мы немного позже вернемся. Я пока что просто его выключу. Чтобы у меня настройки эти отображались и были активными. Соответственно, здесь эти настройки позволяют мне очень гибко настраивать, каким образом будет у меня отображаться вид. Допустим, сейчас у меня практически везде галочки стоят. Соответственно, все категории абсолютно, ну практически все, вот формы и части у меня не видны. Абсолютно все категории у меня на этом виде будут отображаться. Что, допустим, я не хочу показывать на этом виде. Допустим, вот у меня есть какие-то элементы с шахтами. Вот у меня есть стенки. Не нужно мне показывать эти стенки. Пусть эти стенки будут отображаться в файле архитектуры или там конструктива. Так, момент. Соответственно, я могу их убрать на этом виде. Для этого нажимаю еще раз, захожу в эту табличку и выключаю галочку у стен. Нажимаю ОК и немного подождем. Соответственно, категория стены выключилась. Но на остальных видах эти изменения не вступят в силу, только на этом виде. Дальше, что мы еще можем здесь сделать? Помимо того, что мы можем включать, вот так выключать определенные категории, мы можем настраивать их отображение. Ну, допустим, вот у меня есть воздуховоды. Вот они сейчас у меня все серые. И отображаются по системам, отображается их назначение. Допустим, вот эта система, допустим, приточного воздуха, подпор. Синяя-то у меня... Так, изменяюсь. Синяя-то отработанный воздух и так далее по цветам. И, допустим, мне нужно тоже каким-то образом раскрасить эти воздуховоды. Воздуховоды тоже можно раскрашивать из этой вкладки. У нас есть вот здесь воздуховоды. Так, вот я вижу, что, видите, штриховка заблокирована. Если мы видим серый вот здесь вот квадратик, то, соответственно, мы не можем менять этот параметр. Давайте я пример тогда приведу для каких-то других элементов. Ну, допустим, оборудование. У нас есть некоторое оборудование. Вот оно. И, допустим, я хочу передать какое-то задание смежным отделам. И хочу, чтобы это оборудование прям выделилось как-то на плане, либо на схеме на какой-то, чтобы его сразу же другие проектировщики заметили. Я выбираю вот здесь оборудование, категорию. И, допустим, для проекции поверхности я выбираю штриховки. Штриховку, каким образом у меня будет показываться, отображаться штриховка поверхности для моего оборудования. Здесь есть несколько настроек. Во-первых, это образец штриховки. Вот есть так называемая сплошная заливка и множество других. Давайте я выберу сплошную заливку и, допустим, цвет красный. Нажимаю ОК. Ну, давайте для заднего плана тоже попробуем те же самые настройки. Нажимаем ОК. Посмотрим, что получится из этого. Вот я вижу, что все мое оборудование, которое есть в проекте, оно у меня теперь уже отображается красным цветом. Это различные вентиляторы, отопительные приборы и так далее. Различные вот здесь клапаны и так далее. Давайте я верну обратно это переопределение. Для быстрой отмены переопределения в левом нижнем углу есть кнопка «Отменить переопределение». И нажимаем ОК. И стены отображения. Стены я тоже верну. Помимо отключения определенной категории элементов, есть возможность отключения какой-то определенной подкатегории. В загружаемых семействах есть возможность создания в каждой категории свои подкатегории, которые вы можете создавать абсолютно в любых количествах. Допустим, у меня есть категория все та же оборудование. Если я нажму вот здесь на крестик, у меня раскрывается список моих подкатегорий, которые я тоже могу выключать отдельно. Здесь, конечно, вряд ли получится так, что я нажму на ту подкатегорию и прям будет заметно, что что-то выключилось. Давайте я посмотрю, допустим, пожарный кран, корпус пожарного крана. Я могу отдельно выключать какие-то элементы. Удобно очень, допустим, если у архитекторов есть на дверях ручки какие-то, чтобы не загружать модель, вы можете эти ручки отдельно выключить, чтобы модель не очень была тяжелой и не грузила систему. Это все можно выключать вот так вот по отдельности. То же самое при создании видов, когда мы работаем с оформлением. Помимо отключения каких-то категорий моделей, мы также можем отключать какие-то аннотации. Допустим, определенные марки элементов. Помимо марок мы можем выключать высотные отметки, мы можем выключить оси. Все, что связано с 2D аннотациями какими-то. Либо, допустим, разрезы, либо уровни и так далее. Ну, вот здесь как раз уже уровни выключены. Идем дальше. Давайте посмотрим теперь, каким образом вообще виды создаются новые. Допустим, у нас здесь уже есть преднастроенные виды, уже даже оформленные листы. Каким образом создаются новые? Во вкладке вид есть отдельный раздел создания. В этом разделе как раз создаются все виды, которые, в принципе, можно создать в Revit. Первое – это 3D вид. Далее, разрез, фрагмент. Почему здесь эти сейчас вкладки не активны? Потому что эти элементы создаются только на каком-то проекционном виде. На плане, либо на фасаде, либо на том же разрезе другой разрез сделать. И так далее. На 3D виде мы не сможем нарисовать какую-то линию в каком-то конкретном месте, чтобы Revit создал разрез, либо фрагмент. Давайте создадим виды в плане. Как я говорил, виды в плане у нас есть три типа, три категории. Это план этажа, план потолка и план несущей конструкции. Давайте создадим план этажа. Я покажу на этом примере. При создании нового вида, что у нас появляется? У нас появляется, во-первых, возможность выбора типа. Как я уже говорил ранее, виды тоже имеют типоразмеры. И здесь я вижу несколько различных типоразмеров. Вентиляция, допустим, отдельно виды для заданий с другим различным специальностям. Отопление, сводный вид, там где будут отображаться все системы. Типлоснабжение, холодоснабжение. Давайте создадим по вентиляции. Я выбираю здесь вентиляция. И здесь, ниже, в этом окне, у меня отображаются те виды, точнее, те уровни, относительно которых не созданы виды. Виды, такие как планы этажей, планы потолков, планы несущих конструкций, создаются только на каких-то уровнях. Они связываются с уровнями всегда. Еще раз, если вы создаете, допустим, вам нужно создать план на 30 этаже, вам нужен уровень 30 этажа. План без уровня не создастся никогда. Соответственно, здесь сейчас мы видим, я вижу те уровни, относительно которых план вентиляции не создан. Если я уберу галочку «Не копировать существующие виды», то я буду видеть все абсолютно уровни, которые у меня представлены в проекте. Для чего это нужно сделать? Допустим, бывает так, что на уровне первого этажа мне нужно сделать два плана по вентиляции. Вот так получилось, что один и второй. Вот, соответственно, если у меня один уже есть, если эта галочка стоит, то я уже второй сделать не могу. А выбрав галочку, он мне создаст еще один такой же тип. Вот, соответственно, давайте я выберу, допустим, план. Ну, вот план третьего этажа. Нажимаю «Окей». После нажатия «Окей» Revit сразу же переходит на этот план, который я создал. Этот план у меня отображается в структуре диспетчера проекта. Вот он, ARK. Он всегда называется по названию уровня, относительно которого создан, и с присвоением порядкового номера. Видов относительно одного уровня можно создавать сколько угодно, хоть 10, хоть 15, хоть 100. Для чего это нужно? Ну, допустим, на уровне первого этажа вам нужен не только один план, допустим, план по вентиляции, план по отоплению, план там, ну, это если раздел УВ брать. Если это архитектура, то там план монтажный, план кладочный, план полов и так далее. Вот, соответственно, после того, как вы создали, допустим, свой план, который нужно, вы можете его переименовать каким-то образом. Названия планов никогда не могут быть идентичными. Если у вас уже есть план с таким названием, допустим, этаж 3, этаж 03, вентиляция. То мне Revit выдаст вот такое предупреждение, что такое имя уже есть, нужно вводить в уникальные имена. Соответственно, мне нужно будет ввести что-то, ну, как-то по-другому назвать этот вид. Идем дальше. Здесь, в этом проекте, создание видов и вообще, в принципе, типы видов настроены таким образом, что при создании определенного вида им присваиваются уже определенные параметры. Допустим, вот сейчас моему новому виду присвоились параметры, что назначение этого вида вентиляция, видите, уже преднастроенная. И из-за этого этот вид сразу же автоматически попадает в вот эту иерархию диспетчера проектов в определенное, в нужное место. Вот в планы этажей вентиляции. Это все происходит благодаря тому, что шаблон проекта правильно настроен. И если это делать как бы корректно, то ничего достраивать, допиливать там не придется. Допустим, прописывать какие-то параметры, они сразу же будут попадать в то определенное место, которое нужно. Каким образом это происходит? Это происходит при помощи шаблонов вида. Для чего нужны шаблоны вида? Шаблоны вида нужны для присвоения определенных параметров сразу же нескольким видам. Допустим, я создал определенный вид, назначил ему переопределение видимости графики, ну вот как я уже показывал на 3D-виде. Определенные элементы скрыл, определенные элементы изменил их цвет, определенные элементы, допустим, поменял у них уровень детализации и так далее. Но у меня, допустим, это планы этажей. И мне нужно такое же абсолютное переопределение задать еще там 20 различным видам, 20 различным планам этажей. Чтобы каждый раз это не делать, каждый раз создавая новый вид, опять все те же самые настройки задавать, чтобы ускорить свою работу, создаются шаблоны видов. Шаблоны видов мы видим на, вот здесь на тоже свойствах плана этажа. Здесь есть в разделе идентификация, есть определенный параметр, шаблон вида. И здесь вот в этом прямоугольничке будет писаться название шаблона вида. Сейчас автоматически при создании определенного плана у нас вот так присваивается сразу же шаблон вида, план вентиляции. Мы можем сюда зайти, посмотреть, что здесь у нас есть. Назначение шаблона вида окно выглядит вот таким образом. Слева мы видим все шаблоны видов, которые у нас есть в проекте. Здесь мы можем выбрать фильтр по категории, допустим, только механизмы, либо, допустим, только координация. Дальше во вкладке мы видим, какие фильтры по типу вида у нас есть. Планы потолков, 3D виды, либо вообще все. Вот смотрите, сколько может быть видов только на одном каком-то проекте. Сколько может быть шаблонов, точнее, вида. Вот их достаточно много. И, соответственно, давайте перейдем на план на этаже. Вот у нас есть план вентиляции, который у нас применился для данного вида. Все вот здесь параметры, которые мы видим с правой стороны, они применяются к каждому виду, к которому будет применен данный шаблон. В правом верхнем углу мы видим количество видов, которым назначен этот шаблон. 24 вида. И, соответственно, если я сейчас здесь, в этом шаблоне вида поменяю какие-то настройки, то, соответственно, у меня для 24 видов эти настройки поменяются. Допустим, я хочу, чтобы все мои оси были какого-то другого цвета. Это я, конечно, делаю для полимера. Это вряд ли пригодится. Но для понимания я вам это покажу. Для этого я захожу в определенный раздел настроек. Допустим, если это оси, то мне нужно зайти в раздел аннотации. Нажимаю на кнопку изменить. И опять же захожу в уже знакомую табличку переопределения видимости графики. Но это уже переопределение видимости графики не для определенного какого-то вида, а для целого шаблона. И здесь я, допустим, для осей... Ну, к сожалению, вот здесь вот линии нельзя переопределить, их цвет. Давайте просто выключим оси. И нажимаю ОК. Нажимаю ОК. Также нажму применить. И, соответственно, вижу, что у меня все оси в проекте пропали. И, точнее, не в проекте, прошу прощения, не в проекте, а на этом виде. И помимо этого вида, на остальных видах... Так, извиняюсь. Здесь план вентиляции не... На всех остальных видах, где у меня применен тот же самый шаблон вида, у меня также оси пропали. Давайте оси вернем. Тут так совсем грустно получается без осей. И, допустим, выключим разрезы. Нажимаю ОК. У меня здесь виден разрез, который мне сейчас особо не нужен. Вот он исчез. Ось опять появились. Помимо выключения, включения вот так вот определенных элементов в шаблоне, мы можем вообще какие-то определенные параметры включать либо выключать. Допустим, если я применяю данный шаблон к данному виду, что я вижу? У меня, допустим, стоит галочка на уровне детализации, средней. Видим, да, что галочка стоит. Что это означает? Если у меня галочка активна, то я не могу изменить для определенного вида из окна, либо из свойств данного вида этот параметр. Я выбираю уровень детализации и вижу, что у меня вот здесь все заблокировано. Я не могу отсюда изменить данный параметр. И то же самое, допустим, я не могу изменить переопределение видимости графики. Если я сюда зайду, у меня, видите, здесь все абсолютно заблокировано. Все эти настройки изменяются только при помощи шаблона вида. Но бывают ситуации, когда, допустим, мне нужно применить определенный шаблон для нескольких видов, но при этом какие-то параметры изменять для каждого вида. Допустим, то же самое переопределение видимости для модели, либо для аннотаций. И если я эту галочку убираю и нажимаю ОК, что при этом происходит? Теперь при включении вот этой вот таблицы переопределения видимости графики, у меня окно для категории модели, там, где я галочку выключил, оно активно. И, соответственно, я могу теперь изменять для каждого вида с таким шаблоном категории модели. Включать, выключать. Ну, собственно, работает так же, как и раньше. Но для других категорий у меня так же все еще эти галочки заблокированы. Категория аннотации, категория аналитической модели и так далее. Все эти вкладки заблокированы помимо той, которую я галочку убрал. Что еще у нас есть интересного в настройках переопределения видимости? Есть такая интересная функция, как фильтры. Что задают фильтры? Фильтры задают еще более точную настройку наших видов. Каким образом это происходит? Так как у нас есть определенные параметры у элементов, мы при помощи этих параметров можем задавать определенные фильтры. Допустим, если у меня план, ну вот типичный пример, конечно, он для архитектуры. Если мне нужно на плане этажа показать, допустим, заштриховать стены толщиной свыше 500 мм. Вот, соответственно, если я задам этот параметр штриховки для всех стен, то, соответственно, он мне все стены и заштрихует. Что неправильно. Мне нужны только определенные стены. Для решения этой задачи мне нужно задать определенный критерий для стен. Это как раз задается при помощи вот так называемых фильтров. Ну, допустим, давайте я для примера создам рядышком вот здесь. Так, извиняюсь. Извиняюсь. Задам вот таким образом какие-то стены. Вот у меня есть стены потолще, есть стена потоньше. И при помощи задания фильтров я могу создать новый фильтр какой-то и применить этот фильтр к моему виду. Нажимаю создать. Фильтр один. Ну, давайте я так его и назову. Далее я выбираю, для какой категории этот фильтр у меня будет применяться. Для стен мне нужно. И дальше я выбираю критерий фильтрации. Что у меня, допустим, параметр ширины стены больше, допустим, 200. И нажимаю ОК. Добавляю этот мой новый фильтр в мою таблицу. Вот он у меня появился. И теперь я могу именно для этих стен, которые у меня попадают в эту фильтрацию, я могу как-то переопределять их видимость. Тоже задавать линию, допустим, давайте я переделаю линию, сделаю ее пунктирной. Вот таким образом. Нажимаю ОК. Нажимаю ОК. Вот видно, да, что у меня теперь только стены с толщиной больше 200 мм стали штриховаться, а остальные остались без изменений. И также я могу, допустим, вообще скрыть стены толщиной больше заданной. Вот таким образом работают фильтры. Давайте идем дальше. Во вкладке аннотации у нас есть несколько элементов, при помощи которых мы вообще задаем оформление. Ну, соответственно, размеры. Вот здесь вот есть раздел размеры. Здесь, в принципе, ничего сложного. Мы можем создавать размерные цепочки для отображения, допустим, расстояния между осями, либо, допустим, привязки каких-то определенных элементов модели к тем же самым осям, либо к каким-то стенам. Задание определенных высотных отметок, допустим, для каких-то элементов. И создавать какую-то детализацию. Детализация создается при помощи элементов узла. Есть так называемые линии детализации. Это обычные линии, так же, как в автокаде. Можно вот этими линиями хоть весь проект начертить. Понятное дело, что это не будет информационная модель совершенно. Но какие-то доработки ей можно делать. Но я, конечно, не советую ей как-то злоупотреблять. Потому что данный элемент абсолютно не содержит никакой информации. Вот если я выделю какую-то линию, то у нее никакой информации нет. Соответственно, так как мы занимаемся информационным моделированием, у нас каждый элемент имеет какие-то атрибуты. Соответственно, если мы будем рисовать очень много вот такими линиями, у нас информационного моделирования не получится. Даже если вы детализацию какую-то делаете, показываете, не знаю, изоляцию какую-то или еще что-то, то делать это нужно при помощи так называемых компонентов узла. Компоненты узла это такие элементы, которые показывают какую-то детализацию. Допустим, видите, у меня металлическая опалубка. Я при помощи такого элемента могу детализировать какие-то чертежи. Какие-то узлы, допустим. И уже у этих элементов, видите, я могу задавать какие-то параметры. Марку, комментарии, примечания и так далее. Даже эти элементы я могу маркировать и какую-то атрибутивную информацию в них вводить. Вот таким образом оформляются виды. Помимо этого, у нас есть еще так называемые области штрихования. Если нам нужно какой-то элемент заштриховать, тоже не стоит им злоупотреблять. Допустим, я как архитектор цветовой областью задавал, допустим, показывал на разрезе землю. Это можно делать. Что нельзя делать цветовой областью категорически? Нельзя задавать, допустим, задание на отверстие. Есть определенные элементы семейства боксов, так называемых, которые передаются, допустим, создаются там ОВ отделом и передаются там архитектором, чтобы они задавали эти отверстия. Соответственно, это должны быть определенные семейства. Если вы будете задавать это при помощи вот таких цветовых областей, то то же самое. У вас опять информация потеряется. Отверстие – это определенный элемент в пространстве. Ну, точнее, полый элемент в пространстве. И он должен быть задан геометрически правильно. Если вы задаете отверстие при помощи вот таких цветовых областей, у вас этот элемент не задан в модели. Он просто задан на определенном виде. Это тоже неправильно, так делать не стоит. Вот, допустим, вот такое отверстие задать. Ну, и последнее, что я сегодня расскажу, это, соответственно, оформление на листах. Для создания листа мы переходим в вкладку «Вид». Здесь есть кнопка «Лист». При создании нового листа У нас здесь появляется вот такое окно. И Revit нам говорит выбрать основную надпись. В Revit есть два различных семейства. Их нужно разделять. Это лист и основная надпись. Это два разных семейства. Их нужно различать. Лист – это, можно сказать, просто пространство в модели. Бесконечное пространство. А основная надпись – это рамочка, которая на этот лист размещается. Это два различных семейства. Одно из них системное – это лист, а другое загружаемое – это основная надпись. И вот загружаемое семейство может представлять из себя различную форму. Допустим, у нас это вот один штамп. Так, извиняюсь, давайте третью лучше форму возьму. Допустим, где-то за рубежом, в других странах, это будет какая-то другая основная надпись, с другим штампом совершенно. При создании основной надписи на листе у нас есть возможность вписывания в определенные поля какие-то значения. Допустим, какой-то проект, что на этом виде отображено, допустим, план этажа. Здесь мы можем задавать стадию проекта, допустим, стадия R. Здесь мы можем задавать шифр, видите, номер проекта и штамп раздела проекта. Допустим, там какой-то шифр и здесь, допустим, OV. Вот у меня заполняется данная информация. Причем эта информация заполняется на всех листах сразу же. Так, сейчас, момент, я... Перейду на другой какой-нибудь лист. Вот, видите, эта информация сразу же заполнилась, штамп заполнился, шифр заполнился на всех листах. Идем дальше. То же самое и с должностями и с фамилиями. Мы здесь все можем заполнить. Допустим, кто разработал. Разработал. Иванов. И так далее. Проверил там Петров. После того, как мы заполняем штамп, этот штамп, это основная надпись. Семейство основной надписи есть в шаблоне ADSK, который представлен русским сообществом Autodesk. И его, в принципе, можно использовать, но в любом случае в него нужно вносить корректировки для каждой организации. И хотя бы поставить тот же самый логотип этой организации, как минимум. Но, по большей части, у всех, у каждой организации, вот эта основная надпись, это семейство, оно свое индивидуальное. Помимо после размещения основной надписи, мы можем уже разместить вид. Размещать вид можно двумя способами. Это при помощи кнопки «Разместить вид» и выбор вида у нас здесь представлен. Мы можем выбрать и нажать «Добавить вид на лист». Не очень удобный способ. Способ удобнее просто перетаскиванием из DT-PCHR проекта определенного вида. Допустим, я выбираю тот вид, который я создал, перетаскиваю его и размещаю на листе, там, где мне нужно. Все. То же самое работает и со спецификациями. Допустим, те спецификации, которые я создавал, спокойно могу перетащить любую. И разместить ее на листе. Вот таким образом. Здесь я, конечно, за то время, которое мне выделено, рассказать все абсолютно невозможно. Но основные моменты я выделил и принципы оформления я рассказал. Всем спасибо за внимание. И передаю слово Анатолию. Так, Анатолий, вас не слышно. Так, а сейчас слышно? Да, сейчас слышно. Да, здесь у нас вопросы есть какие-то. Есть один вопрос, я вижу. Так называемые поля. Есть, Ревити? Поля. Поясните, что вы имеете в виду? Какие поля? Для чего они нужны, эти поля? Геннадий, уточните ваш вопрос. И, коллеги, пишите ваши вопросы, если они есть по сегодняшнему вебинару. Если вопросов нет, напишите, что... Ну, соответственно, вопросов нет, чтобы мы тоже понимали. И также прошу писать пожелания по будущим темам для вебинаров. Потому что на текущий год у нас до конца года распланированы вебинары. Но на следующий, соответственно, когда мы будем формировать список вебинаров, нам нужно будет понимание, что для вас актуально, что интересно. И, исходя из этого, мы их и будем готовить. Ждем ваши комментарии. И, исходя из этого, действуем дальше. Отвечаем, либо завершаем. Да, вот здесь вижу от Юрия вопрос. Можно ли сохранять набор настроек видимости? Можно ли экспортировать их, например, для других проектов? Да, можно. Когда мы... Так, сейчас я опять начну трансляцию. Так, видно Revit? Да, видно. Да, смотрите, вот когда я создаю какой-то шаблон, точнее, какой-то вид, я могу применить к нему шаблон. Вот. Если я, допустим, новый шаблон мне нужно создать, я просто захожу в управление шаблонами и при помощи копирования создаю новый. При этом у меня вся информация, которая там была, вот все эти настройки шаблона, они у меня сохраняются. И я могу применять их к другим видам. Вопрос по экспорту в другие проекты. Это тоже возможно. Во вкладке управления есть так называемая кнопка копировать стандарты проекта. Она применяется не только для копирования преднастроек шаблонов вида, а также вообще, в принципе, любых настроек, которые есть в вашем проекте. Это какие у вас материалы применяются, какие веса линий, какие параметры, какие типы стен, вентиляции, воздуховодов и так далее. Все это можно здесь копировать. Вот, соответственно, вы просто отменяете весь выбор и ищете галочку шаблоны видов. Она там должна быть. И выбираете, в какой проект вам это вставить. Для вставки должен быть открыт проект, из которого вы вставляете этот шаблон видов и в который вы будете вставлять этот шаблон видов. Надеюсь, объяснил. Так, Геннадий тут поясняет, который позволяет произвести некие вычисления, задать параметры отображения даты по сохранению, к примеру, и другие у них возможности. Некоторые вычисления. Вот, задать параметры отображения даты. Смотрите, здесь дату вы задаете сами в вашем проекте. Либо она задается сама автоматически, вот по такому принципу, автоматически ревитом. Ну, просто вот сегодняшняя дата, 19 сентября 2018 года. Ну, здесь понятно, что изменено положение месяца и числа. Вот, потому что так в Штатах, кажется, такая система. Вот, и она будет тоже, получается, меняться при создании нового листа. Она поменяется для нового листа, если вы, допустим, его там 20 сентября создали, будет 20 число. Но вы в любом случае можете здесь написать свою дату какую-то, которую нужно. По поводу... Так, 15 месяц у меня. 9. По поводу вот так называемых вычислений. Вычисления проводятся... Так, сейчас. Некоторые вычисления. Вот вы... Можно пояснить, какие вычисления вы имеете в виду? Станислав, есть еще пара вопросов во вкладке «Вопросы». Да, еще Юрий тут поясняет. Если возникает такая необходимость, можно ли предусмотреть мастеринг шаблонов сторонними специалистами? Вообще, в организации должен быть человек, который отвечает за все эти шаблоны. И, допустим, если вы, как проектировщик, подходите вот к этому человеку и говорите, что ну вот неудобно, давайте сделаем вот новые шаблоны вот таким вот образом, чтобы мы ничего там не меняли каждый раз. Этот человек просто переделывает их в шаблоне проекта. Он сразу же вносит все эти корректировки, все эти изменения, чтобы в дальнейшем на следующих проектах вы там ничего не изменяли, а уже у вас было все преднастроено. Ну и, соответственно, это, конечно, лучше, чтобы это был отдельный специалист. Это так называемый там BIM-координатор, либо BIM-мастер их еще так называют. Так, во вкладке «Вопросы» еще есть один вопрос от Дениса. Если на видео имеются скрытые элементы, а через фильтр отобразить их нельзя, то как можно вывести конкретный скрытый элемент для печати? Так, смотрите, здесь вот так не получится. Если вы скрыли всю категорию элементов, то конкретный элемент вы отобразить не сможете. Здесь нужно тогда наоборот поступать. Вам тогда нужно задать какой-то фильтр, как я вот уже говорил, по определенным параметрам. И задать критерии таким образом, чтобы у вас все элементы скрылись, а этот элемент остался. Вот только таким образом надо будет работать. Нет, Геннадий, смотрите, здесь вообще другие процессы. Во-первых, здесь нет полилиний, как таковых. И вообще здесь в Revit работа с линиями не предусмотрена никаким образом. Я вам показал, что есть такой инструмент, как линия детализации. Но это именно линия детализации. Она больше ни к чему не применяется. Она применяется только для детализации чертежей. Соответственно, все формулы и какие-то вычисления с этими линиями тоже не предусмотрены. Здесь предусмотрены формулы и вычисления с вашими элементами проекта. Вы можете в свойства, допустим, ваших загружаемых семейств задавать какие-то формулы для вычислений. Они ограничены только синтаксисом самого Revit. Вы можете задавать в спецификациях тоже какие-то вычисления, расчетные величины, которые будут основываться на других каких-то параметрах в вашем проекте. А вот какие-то вычисления с полилиниями и вообще в принципе с линиями тут так не получится сделать. Спасибо. Станислав, во вкладке вопрос еще есть вопрос и просьба читать вопрос, чтобы, соответственно... Так, можно ли настроить зависимость одного шаблона от другого шаблона? Так, нет, здесь не получится так сделать. Здесь, если вы создали один шаблон, вы можете создать на основе этого шаблона другой, новый, у которого все настройки скопируются, но при этом связи между шаблонами не будет. Вы как бы создали новый, все, он живет своей жизнью. Вы уже там какие-то, если новые настройки ему задали, то на старый шаблон эти настройки уже применяться не будут. И второй вопрос. Фильтр, который выше или ниже, имеет более высокий приоритет? Нет. Положение фильтров выше либо ниже абсолютно никакой разницы не имеет в проекте. Вы можете в любой последовательности их задавать. Конечно, удобнее, чтобы, во-первых, фильтры лучше назначать, имена фильтров как-то логично, чтобы потом не запутаться, потому что фильтров может быть там штук 10-15 для какого-то определенного шаблона. И чтобы не запутаться, вы как бы, ну там, иерархию какую-то определенную составляете, чтобы как-то более-менее логично все это выглядело. Вот таким образом. Так, еще, кажется. Нет, я вопросов больше не вижу. А, вот еще, да. В подкладке «Вопросы». Стоит ли пройти официальный курс по Revit? Увлияют ли такие курсы в будущем при трудоустройстве? Вообще, конечно, конечно, нужно проходить официальный курс. Это, ну, вы сэкономите время, но здесь есть один нюанс. Вы, вам лучше, помимо того, что вы будете проходить курс, вам обязательно нужно практиковаться. Если вы, ну, это про любое обучение, можно так сказать, что если вы хоть и будете ходить на курсы, но ничего при этом делать не будете, помимо этих курсов, то у вас знаний мало отложатся, процентов 20, может быть, 15-20 процентов от всего курса. Если вы каждый раз, допустим, вы прошли какую-то определенную тему, вы пришли, допустим, потом приехали на работу, уделить хотя бы там 20-30 минут там в день после работы там, либо во время там работы там обед у вас есть какой-то. Для закрепления знаний этих обязательно нужно это сделать. Вот, у вас сразу же прогресс будет налицо. Если же вы этого делать не будете, то все эти хождения на курсы, они практически бессмысленны. Ну, и, соответственно, конечно, выполнять задания, выполнять домашние задания тоже необходимо, которые вам преподаватели будут задавать. Вот, по поводу трудоустройства. Конечно, при трудоустройстве больше смотрят на выполненные уже проекты. Но, если будут два кандидата, который нулевый и не проходил курсы по ревиту, и который тоже нулевый, но хотя бы курсы по ревиту прошел, конечно же, наверное, будет у того, кто прошел курсы, у него будет больше возможностей и шансов. Спасибо, Танислав, за ответ. Я думаю, на этом можно завершать. Олег, я написал, если вдруг какие-то вопросы у вас остались или возникнут в ближайшее время, вы можете отправить их на нашу почту info.sobachkazans.ru Мы обязательно их обработаем и вам ответим. Напоминаю, что следующий вебинар у нас состоится 3 октября с Эдуардом Иерычем Базилианом. Ссылочки я сбрасывал в чат, регистрируйтесь. На этом будем завершать нашу трансляцию. Спасибо, Станислав. Спасибо, коллеги, за участие. Спасибо и всего доброго. Всем до свидания.